Субтитры делал DimaTorzok Сегодня в таком составе номер 10 Эдуард Выборный Первый вратарь команды Артур Горбачев У коллектива Кимо Пауэр Прибыли они сегодня уже по традиции выступать Дорог Велидзе Третий Артур Коваль без номера Кирилл Тибель Возвращение, можно сказать, уже легенды команды Кирилл Тибель И команды Кимо Пауэр Удар поворотом, какой удар Наносил Качаров, второй удар Чернов Олега Савицкого Но вот сейчас после этого и так Говорим дальше, Мириц пробивает Рикошет от двух, второе чистое место У команды Юры Прискорского, Мириц добивание Ну, Гумбатов А вот это вот эта борьба От Гумбатова Сибель У команды После этого момента Удар от Шмыркан Комбинацию задумали Кимо Пауэр Перехват мяча, два в один выход Опять три в один, уже несется Качаров Обзоворот от соперника, просрел дальнюю Всякие нефутбольные вещи Черенков, выход один в один В Черновом свидании Удар и 1-0 Открывает Счет Артем Черенков Хелен Марьян Гуна Входит вперед 1-0 Книфутбольные вещи Черенков, выход один в один В Черновом свидании Удар и 1-0 Открывает Книфутбольные вещи Напомню, разбираются Соб3-2 выпада Серень Марьян Гуна Этмирит Наунанова За ноль Соб3-2 выпада Серень Марьян Гуна Этмирит Наунанова За ноль Ведем Начинаем По Черновой И Вот Соб3-2 Ну, собственно Наверное Закономерно Пока этот шот Черенков Упивает И удваивает Утравим. Преимущество для своего коллектива на 2,5 минуте. Собственно, наверное, закономерно. Пока этот счет черепок забивает и утравим. Основной состав. Удар поворотом. Унана. Встречает свою команду на этот раз. Велитзе. Вот такая вот скидка. Выходит не завес. Но почему до конца не завес Владислав Шмырков? На 23-й минуте матча. Сокращает расставание в счете. 3-1. Велитзе. Вот такая вот скидка. Выходит не завес. Но почему? Удар поворот. Ребята практически не напрягают Владима Низовца. Сейчас Качаров. У него прекрасная возможность. Пробивает и счет становится 4-1. И отложенный холл команде Кимопауэр. Второй командный холл на 2. Владима Низовца. Сейчас Качаров. У него прекрасная возможность. Пробивает и счет становится активно начали фалить у нас. Хелен Марвейн Унайт от Шмырко пробивает. Так, команда 2.2 сыграет с коллективом Циклум. Сибель. Сибель. Команды холл по-прежнему имеют обе команды. Показалось не то, что было. Все-таки нарушения правил. И забивают. И Мопауэр, если не ошибаетесь, мы у Гумбатова. Показалось не то, что было. Для нарушения правил. И забивают уже. Интересно. Сибель пробивает. Незаветно. 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 Чмурко. Тут дальше на Гумбатова. Тут Шмырко зацепился. Альхаэли. Удар поворотом. Рикошеты забивает. Дарит Альхаэли. 3-4. Становится шок на 33-й минуте полединка. Батова. Тут Шмырко зацепился. Альхаэли. Удар поворотом. Рикошеты забивает. Дарит Альхаэли. 3-4. Желтую карточку он получает. Я так понимаю. Дарит Альхаэли за нарушение правил. Эта карточка. И соответственно. Вот. Но желтая карточка. Вот и команда. Так. Жаль. Результат. Черенков проходит в середину. Отдает на Унанова. Пустые ворота. Выше ворота. Черенков. 4 минуты. Меча 4 минуты. За докончанием матча. Унанов здорово пяткой на Качарова. Качаров дальний. Унанов 5-3. 5-3 становится счет. Максим Унанов забивает свой первый гол в этом поединке. На 37-й минуте. За докончанием матча. Унанов здорово пяткой на Качарова. Качаров дальний. Унанов 5-3. 5-3. Меча позволяет выдохнуть футболистам команды Хелен Морин Юнайтед. Естественно. По сравнению с тем, что была дистанция в один мяч. И Георгий Дарахвилидзе вновь сокращает отставание в счете. 4-5. Ну вот это матчик. Да. Действительно выдохнуть футболистам команды Хелен Морин Юнайтед. Естественно. По сравнению с тем, что была дистанция в один мяч. И Георгий Дарахвилидзе. Кажется, что да. Шмырков мяча. Отдает. Осибель. Осибель. Длинная передача была в направлении Черенкова. Черенков с мячом. Удар. Не попадает. А где вот это? Друзья, Дарит Али Хеви. Капитан команды Киму Пауэр. Дарит. Ну вот сегодня такое вот поражение. Чего не хватило в первую очередь? Не хватило нормальной игры в первом тайме. Честно скажу. Потому что в конце второго тайма мы начали играть и в пас. И были комбинации, которые нарабатывались на тренировках. В первом тайме каждый сам за себя пока что бегал. Понятно, наиграем состав. Я думаю, к концу сезона мы выйдем на оптимальный уже и состав, и уровень игры. Ну вот возвращение Сибеля, Шмырка. Как тебе возвращение ребят? Помогли ли они сегодня? Ну конечно, мы очень рады, что они вернулись. Потому что оба этих игрока, которые в прошлом сезоне были в основе нашей. В прошлом сезоне они получили травмы. И пол, ну четверть этого сезона они восстанавливались. Конечно, мы рады ихнему возвращению. Но на данный момент они еще не в той оптимальной, можно сказать, кондиции, чтобы играть. Сегодня нам, конечно, не хватало и Давида Ярносяна. Который мог бы сам и протащить где-то мяч, где-то дать, где-то защититься. И вот этого нам немного не хватило сегодня в игре. Кого выделили сегодня в составе своей команды? Кого выделили сегодня в составе? Я думаю, судью, наверное. Это сегодня лучший игрок, который и не давал, можно сказать, чтобы разгорались конфликты между сторонами. И я считаю, что на высшем уровне сегодня судья, можно сказать, отсудил свой матч. Спасибо, собственно, тебе за интервью. Желаем удачи в дальнейших поединках. Друзья, ну и победитель сегодняшнего поединка, Леонид Мирец. Леонид, с победой. Как тебе поединок? Что скажешь вообще по игре? Поединок сложный. Он для нас принципиальный. Потому что это для нашего директора Алексея Ковицкого очень принципиальный поединок. Мы когда-то играли в Кимо Лиге. Играли с этой командой. И у нас всегда искры летят с этой командой. В общем, это было принципиально и победа. Мы играли без нашего капитана, без Евгения Ященко, без Юрия Песковского, капитана. Ну и доказали, что можем и без них играть. И пацанам доказали, что мы собрались и вырвали. Тут надо было выигрывать по-любому, потому что проиграть здесь. Мы много потеряли очков в ненужных играх вообще. Очень много потеряли. И опять включаемся за борьбу. Вышли вы, собственно, на чистое второе место. Оторвались вы от Ника Флекса. Из Силс Хаба на одно очко. Они между собой играют. Да, завтра. В любом случае, кто-то из этих команд потеряет очки. Что у вас, в принципе, со сборами? Ященко, Пескорский? С сборами ребята уехали. А у нас сбор всегда. У нас 77-8 человек всегда. У нас больше нет людей. Кого выделишь сегодня в составе команды? Кого выделю? Я выделю всю команду. Ребята все боролись. Все, блин, зубами хватались. В общем, все молодцы. Все красавцы сегодня. У нас мало было людей. И мы боролись. Каждый за друг друга боролся. В общем, все красавцы. Лёна, собственно, поздравляю вас с победой. Желаю удачи в дальнейших поединках. Леонид Миро... Продолжение следует...